Как-то снова, блин, не задаётся с айфонами, а именно с установлением резервной копии. Да что ж такое-то, а? I wish I could date myself when you are studying at the Faculty of Foreign Languages at MSU. Hilarious, am I right? Это Пытаяная Дверь, и если на канале наберётся 100 тысяч подписчиков, обязательно расскажу, что же там такое. iOS 13 хоть и является самой новой и топовой версией операционной системы для ваших iPhone и iPad, однако далеко не всем её нововведения пришлись по душе. Ну, например, не нравится вам, что на вашем iPhone 7 Plus или iPhone X убрали классический 3D Touch, заменив его на новую функцию Haptic Touch. Или какой-нибудь софт работает не так хорошо и стабильно, как, например, на iOS 12. Это видео специально для вас, мои хорошие. Почему? Покачину! Шучу, потому что прямо сейчас я покажу в этом ролике один из самых простых способов отката с iOS 13 до iOS 12. А пока он будет делаться на моём замечательном iPhone 7 Plus, мы с вами придумаем что-нибудь интересное и необычное. Поэтому устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаёк, кофеёк и обязательно смотрите это видео до самого конца. Поехали! Чтобы сделать откат... Нам понадобится! Кабель Lightning. Одна штука. iPhone с iOS 13 или 13.1. Одна штука. MacBook или любой компьютер на Windows. Одна штука. Немножечко времени. Одна штука. Немножко терпения. Одна штука. И руки, растущие с правильного места. Две штуки. Из. Первое, что необходимо сделать для правильного, акцентируя на этом слове внимание, отката с iOS 13 до iOS 12, конечно же резервную копию вашего устройства. Подключаемся к компьютеру. Далее запускаем iTunes и переходим во вкладку с информацией о нашем устройстве. И кликаем по меню создать резервную копию на этом компьютере. После того, как процесс завершился, закрываем iTunes. Больше пока что нам не пригодится. Но по одной простой причине, что делать откат через тунец крайне сложно, муторно, тягомотно и все вот это вот. А мы же с вами люди простые, не зажравшиеся. Правильно, ставь лайк, если ты не такой. Сильное заявление. Поэтому и методы должны быть простые, несложные, ну в общем-то соответствующие. Далее, качаем приложение Fixpo от iMyPhone по ссылке в описании к этому видео и устанавливаем программу на компьютер. Что больше всего радует приложение, это простота. Ведь ее действительно мало в сегодняшних аспектах нашей повседневной жизни. Только задумайтесь об этом. Все с каким-то пижонством, выпедрежничеством и какими-то прочими не совсем привлекательными вещами. А тут все просто. Три основных пункта и минималистический интерфейс. Бац-бац и все готово. Чтобы начать процесс отката, выбираем один из двух режимов. Стандартный или продвинутый. Лично от себя порекомендую продвинутый. Запускаем Fixpo и выбираем продвинутый режим восстановления. Далее выбираем версию прошивки для нашего устройства. В нашем случае это iOS 12.4.1, на которую еще можно пока что откатиться. Имейте в виду, что откат это дело временное и в скором времени его смогут прикрыть. Поэтому если вы и решили уже по полной мере откатываться до предыдущей версии прошивки, то лучше это сделать, не откладывая в долгий ящик прямо сейчас. Теперь ждем, пока файл с iOS 12 загрузится на компьютер. Сначала. А потом уже на наше устройство. Кроме всего прочего, утилита iFix поработает не только для отката устройства с одной версии на другую, но и также для исправления различных системных ошибок, например, как вечное яблоко, синий экран и прочих неприятных штуковин. А еще, чтобы привести ваш iPhone или iPad в чувство, например, если устройство зависло при обновлении на самую актуальную версию iOS. Да, друзья мои, поверьте, и такое бывает. И, кстати, эта самая опция безболезненна для абсолютно всего вашего контента, который хранится на вашем гаджете. В последнее время подписчики нашего канала довольно часто задают мне вопросы с тем, а где купить тот или иной чехол или аксессуар или защитное стекло, как, например, я показываю в своих видео. Например, вот эту вот штучечку не раз спрашивали, где можно приобрести, например, для iPhone XR или каких-нибудь поздних моделей iPhone. Так вот, друзья, рассказываю, специально для вас я оставляю теперь по ссылочке в описании каждому ролику ссылки на все те товары, неважно какие, пленки, стекла, чехлы и прочие вот эти вот гаджеты и устройства, которыми я довольно часто пользуюсь, и они могут мелькать в моих видео. Поэтому добро пожаловать в описание, все ссылочки есть там, и все на самом деле очень просто. Кликайте, покупаете, заказывайте, оформляете, и вам это все дело прилетает. Все довольно просто. Прошивка почти загрузилась, осталось всего на всего 4%. И, в общем-то, это тот самый момент, когда мы прямо сейчас будем откатывать наш iPhone 7 Plus на 128 гигабайт в белом исполнении. И у нас тут еще камера, вон, видите, настраивается и все такое. Ну, там вот я в объективе. Привет! Теперь самый важный процесс во всем этом, конечно же, это сам по себе откат. Непосредственно. Проходим процедуру в приложении дальше. Ждем, пока утилита распакует файлик с нашей прошивкой. Такие анимашки достаточно прикольные. Прям вообще, братья, обмазываться. И дожидаемся, что немаловажно, пока она установит iOS 12 4.1 на наш с вами iPhone 7 Plus. А пока прошивка будет устанавливаться, и уже на данный момент это все дело происходит, я предлагаю все это дело отметить непосредственно бутылочкой небольшой, диетической или не совсем колой. В общем-то, колы у меня сейчас нет, зато всегда в кармане у меня есть вот такая вот рувашечка и кружечка из Старбекса. Сюда мы будем наливать колу, откроем ее вот этой штуковиной и будем распивать. Закиньте мне колу. Отлично. Спасибо. Ты зачем так сильно встряхнул? Ладно, нет, не сильно. Весь стол заляпал. Я всегда на самом деле мечтал, пока, мечтал залить свой iPhone XR Coca-Cola. Ставим его вот так вот. Мечта идиота на самом деле. Но все во имя науки, друзья мои. Сейчас мы тебя польем. О, как вкусно. Да, перевернем. Мне кажется, выглядит неплохо. Попробуем все это дело на вкус. Колу лучше пить охлажденной, друзья мои. Особенно, когда это с iPhone все дело происходит. Искупал iPhone в коле. Плюс один к мечте идиота. Я думал, будет забавнее. А тем временем, друзья мои, наш с вами iPhone 7 Plus успешно восстановился и пыхает всеми возможными приветствиями на разных языках мира, которые доступны на этом телефоне. Что дальше? Дальше мы его, естественно, разблокируем. У нас открывается привычное меню настройки телефона. Выбираем регион. Ну, впрочем, так как и проходим обычную процедуру после того, как мы достали телефон, например, из коробки. Как же далеко у нас находится наша прекрасная, замечательная, любимая страна Россия. Почему-то ее ставят в конце списка. Но, опять же, по словарю. АБВГД, ЕЖЗ, ИКЛМН, ОПРСТ и все такое. Друзья мои, все пошло, к сожалению, не совсем по плану. И учтите только одну очень непростую вещь, с которой вам придется столкнуться. Невозможность восстановления устройства с iOS 13 на iOS 12, а именно резервной копии. То есть, если вы сделали копию на iOS 13 и хотите ее же восстановить на своем телефоне с iOS 12, то, к сожалению, сделать такого не получится. Обидно. Таковы правила игры. Но, на момент снятия этого видео, компания Apple выпустила новую прошивку iOS 13.1, которая, по заявлениям, должна работать лучше, стабильнее, быстрее, шустрее и все такое. Но, опять же, если у вас вдруг что-то все-таки не устраивает и вы хотите вернуться на iOS 12, пусть даже и восстановить какие-нибудь данные, например, фото, видео через сторонние приложения, а также, например, через резервную копию в iCloud, что вполне возможно, то можете вполне использовать этот самый способ, который я продемонстрировал в этом видео. Но, если вам понравилось приложение, то можете приобрести полную версию по ссылке в описании. Специально для подписчиков канала Apple Finder действует скидка только по той ссылке, которая находится вот здесь вот внизу. Поэтому, как говорится, приятного использования. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, где хотите. Вам же не сложно, а мне будет приятно. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока! Пока я снимаю уже 125-й дубль, я скоро допью уже свой чай, но, тем не менее, ладно, давайте попробуем еще раз. О, как вкусно. Все-таки вкусно и здорово пить чай. Итак, друзья мои, какая мне здесь мысль пришла? Если вам все-таки не угодило каким-то образом почему-то по, опять же, каким-то функциям, фишкам iOS 13, или вам все-таки не нравится, например, Haptic Touch в сравнении с 3D Touch, потому что последняя функция 3D Touch, она гораздо удобнее используется и быстрее на устройствах, чей дисплей адаптирован под эту самую функцию, изначально под нее планировался, то вы, конечно же, можете сделать даунгрейд с iOS 13 до iOS 12. Но о чем я здесь подумал? Если все-таки вы хотите сохранить данные, возьмем, например, тот факт, что какие-то приложения типа игр и прочего-прочего, их можно скачать заново. Да, то есть это не особо какая-то будет проблема накачать все заново, у меня такая же история была, когда все данные стерлись при обновлении с iOS 12 на iOS 13 и все такое. Вот какая штука важна. Это, конечно же, фото, видео, заметки, контакты, история, возможно, ваши заметки, какие-то закладки, которые у вас есть в браузере. Это все дело сохраняется. Музыка, опять же, например, да, это все дело сохраняется в облаке. То есть, условно, вы покупаете за 59 рублей вместо Y-Cloud Drive, туда переносите все ваши фотографии, фото, видео и прочее-прочее, восстанавливаетесь. И потом, собственно говоря, сначала делаете даунгрейд, а потом восстанавливаетесь из облака и, в общем-то, эту всю штучку подгружаете к себе на устройство. Все очень просто. А потом какие-то приложения вроде того же ВКонтакте, Инстаграма, там же у вас все равно все данные, по сути, есть. Аккаунты-то там загружены, они же не на телефоне, правильно, вот. Поэтому, собственно, можете попробовать такой вот метод. А что касаемо WhatsApp и других мессенджеров, то, опять же, точно такая же история. Делайте резервную копию всех данных в облако из этих мессенджеров и, собственно говоря, горя не знаете. И пользуйтесь спокойненько вашим устройством с вашими основными, скажем так, данными, фото, видео, контакты, заметки, история браузера и мессенджерами на iOS 12. Вот так вот все просто. Круто! Я думаю, можно начать снимать. Так, ладно, поехали. Все, цыц. Ой, так. Просто вот так вот закиньте и все. Вот так? Да, я поймаю, чтобы она просто вот в кадр вот так. Представляю, если она такая, его падала, его и так, а-чх, и кружка и все расплескается, блядь. Это будет контемп, ребята. Это будет контемп, ребята. Так, оператор, познакомьтесь. Работает за еду. Блин, сейчас кружка разобьется быстрее. Бутылочкой. У кого телефон? Кто там, мать? Без снастки тяжелого. Теперь самый важный процесс, это непосредственно сам по себе откат. Вот. Матта. Матта. А!